Субтитры сделал DimaTorzok День, да? Прямо прекраснейший. Посмотрите на это. А теперь на вот это вот тоже посмотрите. Это охуеть можно. Ебать люди мертвые вон лежат нахуй. Охуеть, посмотрите. Это пиздец. Все нахуй побито в осколках. Люди мертвые лежат. Надо уебывать нахуй отсюда. Сирена хуярит. Сирена хуярит. Сирена хуярит. А все живы? Блядь. Мама, у вас не нормально? Всем привет. Это Хроники войны с Татьяной Поповой. Сегодня у нас такой внеочередной выпуск. Мы поговорим о том, что происходит в Белгороде. То, что происходило сегодня в Белгороде. Обсудим с генерал-майором запаса СБУ Виктором Николаевичем Ягуном. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Посмотрите, на самом деле, что произошло. Российская Федерация ударила по гражданским объектам. Причем не просто по гражданским объектам, а это роддом, лицей, торговый центр, жилой комплекс. И при этом она имела наглость рассказывать про торговые площади, складские помещения в центре города. И при этом она имела наглость говорить о том, что мы работали по военных объектах, и эти объекты все уничтожены. Но при этом было огромное количество уже постфактум видео, где показаны, где на самом деле все это произошло. То есть никто ничего не скрывал. Показали масса раненых, огромное количество погибших для таких вещей. И была моментальная реакция международного сообщества, начиная от президента США, заканчивая министрами стран Балтии. Было заседание в ООН, где четко было сказано в лицо представителей России, кто они и как они себя должны чувствовать. То есть такая массированная была атака. И в этом всем комплексе был еще один момент, на который надо обращать внимание. Все сказали, что смотрите, они не хотят договариваться. Они хотят войны. Причем войны против мирного населения, против мирных объектов. Поэтому надо помогать Украине. То есть Россия сама, не понимая, что она делает, подтолкнула некоторых политиков, которые, возможно, там колебались или не имели каких-то там аргументов, которые должны были высказать своему обществу, что они монстры, террористы. И их надо просто остановить. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому реально, реально, то, что произошло в Белгороде, это, причем, причем это настолько, настолько как-то сделано, я бы сказал, тофорно, по-моему, это по моему мнению. Потому что среди Белого дня бить артиллерией, я не знаю, чем это билось, по центру города, где ледовый каток, ну, это какая-то такая, ну, очень интересная такая позиция. И я думаю, что это просто сделана провокация. На фоне того, что наши ударили ночью, ночью, еще раз говорю, 70 тронов полетело в Россию по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса, они на этом фоне решили сыграть на опережение и сделать из себя жертву. То есть, смотрите, украинцы же тоже бьют по мирным, и, причем, сразу же, моментально, в этот же момент показали, что есть жертвы среди детей. Двое детей раненых в Украине и сразу же двое детей убитых. Возможно, я ничего не исключаю, возможно, там есть и раненые, и убитые. Но кто это сделал? Кому это выгодно? Вот в Украине это точно не выгодно. Причем, самое интересное, учитывая, что в России запрещено снимать и, тем более, демонстрировать видеокадры в соцсетях прилетов, каких-то моментов военных, моментально все подхватили. Да, тут я должна признать, что прям со всех ракурсов и какое-то падение чего-то, и даже вот на одном из тех видео, которые мы показывали в начале, кто только что к нам подключился, пожалуйста, можете пересмотреть начало нашего ролика. Там есть видео, где отчетливо слышно вторичная детонация какая-то, либо какие-то выстрелы. Мне трудно сказать, что это, либо это ПВО, либо вторичная детонация. Послушайте, это слышно очень четко. И моментально везде появились видео. То, что обычно было всегда запрещено. Я заметила это. Есть такие моменты, на которые, ну, вот так сходу обращаешь внимание. Поэтому, учитывая преступность режима Путина и их неоднократное использование своего собственного населения в таких провокациях, я не исключаю, что это один из моментов, обвинить украинскую сторону и как бы снизить градус поддержки после того, что произошло в Украине прошлой ночью. Давайте напомним о ситуациях самообстрела, которые уже доказаны. Например, у нас есть сейчас свидетель Игорь Саликов, который находится в ГАГе и дает показания ГАГскому трибуналу о так называемых блуждающих минометчиках. Вы можете посмотреть видео с его показаниями и комментариями Владимира Осечкина у меня здесь на канале. В принципе, Украина, и вы, по-моему, тогда были как раз замглавой СБУ, мы говорили с 2014-2015 года, что блуждающие минометчики это сами россияне. И вот Игорь Саликов наконец-то подтверждает то, что в 2015 году, зимой 2015 года, в начале 2015 года, второй отдел ФСБ, который не ему подчинялся, они, собственно, и занимались этой провокацией. Он говорит это четко на камеру. Вы можете прокомментировать эту историю про блуждающие минометчики? Ну, как вообще проверяется информация? Когда ты находишься где-то на вершине каких-то служб принятия решения, и когда Украина начинает обвинять в том, что она точно ничего не делала, и это нам просто невыгодно, начинается сразу расследование, а кто это мог сделать, как это могло произойти. И тут мы столкнулись с ситуацией, когда реально были установлены, была установлена информация о том, что некоторые группировки, даже которые, ну, там, масса была, эти спарты всякие там, еще какие-то там. И когда мы начали разбираться в этой ситуации, оказалось, что часть населения Донецка просто не воспринимает эти бандформирования и говорят, что это бандиты. Бандиты, которые пришли, пираты, они еще пиратами называли их, пираты, захватили город, и что хотят, то и делают. И для того, чтобы как-то, ну, все-таки держать в тонусе население, было принято решение, а давайте мы тут пальнем пару раз. Причем, самое интересное, что они не очень искрывали эти все вещи, и местные неоднократно подлавливали на вот этих вот всех моментах. Особенно это касалось появления до происшествия телевизионных групп российских каналов. То есть еще ничего не произошло, они уже там, ну, или там рядом, да. Кстати, хочу сказать, что вот эта вот тактика, тактика, это была использована и во время ситуации в 16-м году с Шереметой, Киеве. Мы тогда тоже это отметили, просто на это никто не обратил внимания. Там был такой пророссийский каналчик маленький, 7-й, я уже не помню, как он там, как он назывался. Они вроде как бы пришли снимать пробежку утреннюю Кличка, буквально за 100 метров от события с Шереметой. И как только событие еще не произошло, они уже сказали там. То есть это такая четко русская такая вот система провокации. Мы уже на месте, мы уже все снимаем, мы первые, которые туда пришли и появились. Кстати, сегодня это то же самое происходило. Часть видео такое ощущение, что действительно снимали профессионалы. Может, телефонами или развитыми, но профессионалы. Да, да, я вспоминаю, что вот когда была эта остановка обстреляна в Донецке в 14-м году, по-моему, в конце 14-го, тоже появился Грэм Филлипс, буквально через минуту после обстрела, а потом же они начали рассказывать сначала, что это стреляли в ВСУ, потом оказалось, что в ВСУ дострелить не может, потому что 20-километровых минометов у нас тогда близко не было. И тогда они признали наличие вот этих блуждающих минометчиков, которые потом, как мы уже сейчас понимаем, это был другой отдел ФСБ, который занимался такими провокациями. А у меня такой вопрос, а вот эти вот обстрелы Белгорода, это все направлено на западную аудиторию или на внутренне российскую? Я думаю, что комплексно. Во-первых, для того, чтобы снять вопрос, когда реально ни Бензе не было, что говорить в ООН. То есть он просто молчал. А сейчас он может где-то в какой-то момент сказать, извините, извините, смотрите, вот есть обстрел нашего мирного города, вот у нас есть жертвы, вот есть фотографии, и он это все красиво может показать, там, стенды, видео, там, не знаю, еще что-то такое. Аргумент для западной, никто это близко не возьмет к какому-то рассмотрению, но он хотя бы что-то будет говорить. Для людей, которые находятся в орбите России, это аргумент, который они могут использовать. Знаете, а внутренняя аудитория, она и так уже готова. Смотрите, какие нелюди, во-первых, они не знают, что произошло на самом деле в Украине. То есть основная масса россиян вообще не в курсе, что Украину обстреляли. Обстреляли военные объекты, и все объекты уничтожены, так сказал Министерство обороны. Они что, видео смотрели, или они куда-то входили в интернет? Нет. А тут реально, мы стреляем по военным объектам, мы воюем с фашистами, а они вместо того, чтобы воевать на линии фронта, бьют по наших мирных городах. Вот аргумент для того, чтобы поднимать так называемую волну патриотического хейта. Я напомню нашим зрителям из России, что вчера у нас был большущий обстрел ракетами и дронами, включая кинжал. 158, по-моему, ракет и дронов было запущено в целом по Украине. Погибло более 30 человек, более 138 получили ранения. 1 января в Киеве объявлен день траура, потому что в Киеве достаточно много людей погибло. Было в основном попадание в жилые, ну по центру города в жилом секторе, да, в основном попадание. Такой еще вопрос, если в Белгороде и ПСУ, значит в Украине в ближайшее время следует ждать новых ракетных обстрелов? Ну, я вот вижу, что уже сейчас пишет, там, как это, подстилка Соловьева, господи, Витязева или кто она, не помню ее фамилию, она пишет, что уже в Одессе прилет, ну уже бомбят Одессу опять. Будут бомбить на Новый год? Вот мой вопрос. Я думаю, потому что, во-первых, им надо показать, что мы готовы отвечать фашистам, грубо говоря, да, а во-вторых, я думаю, они и так были готовы к этому. Надо посмотреть просто, как они провели, провели атаки в прошлом году, они и шли через день, то есть одна атака была 29-го, вторая была 31-го. Поэтому, учитывая накопление того количества ракет, которые мы знаем, а их где-то около 200 ракет, ну, если отнять уже эти, то было 300, где-то около 300 ракет было подготовлено, еще остается 200, я думаю, есть два варианта. Либо они сейчас массово ударят по Украине, чтобы не только испортить праздники, а и показать, что вот мы можем, потом начнется, ну, какая-то там период паузы, потому что остается то же самое количество, 100 ракет в месяц они могут накапливать, ну, производить и накапливать. И вот эта пауза оперативная такая, более-менее с октября месяца, она и говорила о том, что идет накопление ракет. Поэтому их надо дать для счета, что их накапливали. Ситуация в Украине не меняется, блок-ауты не удаются, поэтому я думаю, что это будет просто такая, просто террористический хак, другого просто объяснения невозможно. Да, такой еще вопрос. Вот эта история в Белгороде, насколько она, я вижу просто, ну, я не знаю, правда, это пишут в русских СМИ, вроде бы как американцы заявили, что они не поддерживают и не опиощряют такие обстрелы российских городов. Ну, действительно же, они не явно, ну, даже если мы стреляли по военным объектам, скорее всего, мы не стреляли американскими видами вооружений. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Я вообще даже не представляю. Не, ну, ситуация очень простая. Мы уже давно говорили, что они, было дано задание на всех объектах, которые были поражены, а там акциями, особенно вот те, которые были использованы дальнобойные, 160 километров, да, была дана команда собирать осколки. Для чего осколки собирать? Ну, было две версии. Одна версия для того, чтобы изучать, ну, в том, чтобы изучать, и так понятно, что это за ракета, да, там больше топлива, меньше взрывчатки, больше взрывчатки, меньше топлива, там, или шариков. То есть там, ну, ракета как ракета. А другая версия, которая мне больше нравится, это для того, чтобы подтверждать какие-то провокации свои внутренние. Поэтому если они там, где сейчас в Белограде, найдут куски вот этих ракет, все станет на свои места. То есть провокация удалась. Вот то, что пишет, опять-таки, я не знаю, насколько это правда, но это пишут российские военкоры, военкор-котенок, есть такой ли, не котенок, не знаю, как его правильно, что силы ПВО перехватили ракеты Алиха и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, которые были выпущены украинской армией по Белгороду. Несколько снарядов и кассетной части попали по городу. Vampire, это, по-моему, украинские разве производства? Мне кажется, это западное. Западное мы не можем стрелять. Это какой-то, ну, бред. Надо что-то списать. А что вообще это может быть? Мне просто кажется, до Белгорода-то долетают, наверное, и украинские, даже РСЗО, наверное, долетает, украинская до Белгорода, теоретически. Теоретически, может быть... Теоретически они могли и сами обстрелять и сказать, что мы нашли Ольху и Vampire. Да. Я же так и говорю. Сейчас какие-нибудь подкинут... Ну, там же все перекрыто, там все, никого не будут допускать. Видео сняли, факт есть. Сейчас осталось только подкинуть куски какого-то металла с украинской транскрипцией или с английской транскрипцией и рассказывать на весь мир, что украинцы такие же фашисты, как и мы, наверное, или как это сказать? Не лучше нас, да. Все так однозначно. Еще такой вопрос. В последнем обстреле Киева не участвовали ракеты «Калибр» морского базирования. А как вы можете это объяснить? Чем это связано? В море была хорошая погода. И они просто боялись, что идентификация кораблей, которые запустили «Калибры», может быть произведена очень быстро и наши могут допустить морские дроны, и те не успеют спрятаться в бухтах. Вот, ну я так думаю просто. Поэтому они решили придержать «Калибры». Я не исключаю, что сейчас… Хотя я вообще удивляюсь, зачем надо выходить в море. «Калибры» достаточно далеко летают, и можно даже из двух каких-нибудь защищенных выпускать их. Но не знаю, может, они не хотят демонстрировать своим, что они используют эти корабли, поэтому выходят в море. Может, они хотят просто держать напряжение украинские вооруженные силы. Не знаю. Но теоретически, если их корабли находятся на территории, например, оккупированной Абхазии, и они будут стрелять прямо из порта Абхазии, то теоретически, а почему мы не можем применить тогда западное оружие по этим кораблям? Можем. Правильно же? Можем, почему не можем. Да? Потому что они будут находиться не на территории России. Да, да, вот получается, что так. Еще такой вопрос. Там появились видео с этим Х-101 вчерашним, и такие они выпускали тепловые ловушки. Но при этом, насколько я поняла, из там, не помню, скольки, ну, короче, 97% всех Х-101 были сбиты. Помогли им эти ловушки или нет? Как вы считаете? Нет, ну, они давно там установлены. Это на самом деле очень... Вообще, эти ловушки были... Зачем эти корабли-ракеты? Эти корабли-ракеты больше должны были использоваться против кораблей, против каких-то там серьезных объектов, которые защищаются зенитным вооружением. И рассчитывается, что при подлете эти ловушки, как бы, будут, ну, защищать их от зенитных ракет там или каких-то обстрелов. То есть они, эти тепловые наловки этих ракет уйдут в сторону. На самом деле, что я ломко занимаюсь. И еще на самолетах, ну, смотря какие эти ловушки, они, знаете, больше похожи были на такие чисто фейерверк. Хотя они давно уже установлены, это штатное такое у них оборудование. У нас есть просто старые ракеты, которые где-то упали в поле, и там видно вот эти вот такие сопла, откуда вылетают эти ракеты. Такой еще вопрос. А вот эти провокации, вот такая провокация, как в Белгороде, она повлияет на мобилизацию и на доверие к армии в Российской Федерации? Я думаю, что не повлияет. Не повлияет по одной простой причине, что в России очень быстро все забывают. Такие вещи надо делать под мобилизацию. То есть буквально сегодня сделали, завтра объявили, сказали, все, мы идем защищать Родину от этих уроков. Раньше, чем в апреле, ну или в конце марта, точно никто не будет объявлять мобилизацию. А остальное, часть населения, беда так беда. Уже сколько раз говорили, что Белгород надо переселяться в Москву, да? Ну, грубо говоря. Ну, Белгород далеко. Кстати, вот это вот отношение к провинции, отношение региона к региону в России намного четко выражено, чем мы думаем. То есть там Белгород, Курск, знаете, ваши проблемы. Главное, что нас не бомбили. Такой еще вопрос. Мы с вами не общались после этой истории с пятью, получается, да, уже сбитыми сушками и БДК Новочеркасск. Появили ли здесь слухи о том, что, возможно, это F-16? Насколько вы этим слухам считаете, можно доверять? Ну, чем вообще были, по-вашему, сбиты эти сушки? Ну, БДК, мы знаем, что это Storm Shadow, а вот сушки. Нет, это был Патриот. Это была та же самая спецоперация, которая была четко подготовлена в свое время над Брянском, над Брянской областью. Такая же самая произведенная ситуация была и на южном направлении, и это над Одессой, и когда сбили над Змеиным. И такая же самая ситуация была и над Крымками, где они просто затерроризировали наших десантников на этом, на плацдарме. F-16 счетчик. Ну, теоретически они у нас в Украине, но они еще не готовы к активным боевым действиям. Вот не надо... Хотя пускай боятся, знаете. Я вот в этом отношении, знаете, считаю, что чем больше слухов, которые помогают нам воевать, тем лучше. Потому что они сами уже запутались в этих слухах. Такой еще вопрос. А какая будет реакция Польши и НАТО на вчерашний залет российской ракеты на 40 километров в глубину Польши? Какие будут последствия? И да, я напоминаю нашим зрителям, что у нас прямой эфир. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. Наверняка есть какие-то вопросы, которые мы можем задать генералу Ягуну. У нас еще с ним будет порядка 20 минут эфира. Так что пишите, пожалуйста. Да, пожалуйста, по поводу польской ракеты. Ну, хочу сказать, что поляки... новое правительство очень четко отреагировало. Сразу же вызвали посла. Единственное, что мне в очередной раз не понравилось, три минуты пребывания, или сколько там, этот объект, будем так его называть, пребывал в пространстве Польши. Я думаю, что все-таки надо было его сбивать. Да, сбивать над Польшей, да, возможно, какие-то там последствия могли быть. Но они четко показали, что любой объект, который залетает в нашу территорию, он будет уничтожен. Турки не останавливали их. Российский это объект, не российский. Влетел на нашу территорию, там буквально минута или секунды. Все, уничтожен и закрыли эту тему. Я думаю, что ракету вели. Противовоздушная оборона Польши работала. радары как польские, так и союзников тоже работали. И можно было спокойно подхватить эту ракету и уничтожить. Ну, что они ждали, не знаю. То есть, вот это вот мне в момент не очень понравилось. Но то, что вызвали посла, по аналогии, как это делает сейчас с Румынией. И они, по-моему, еще ноту протеста им предъявили за эту ракету. Да, да. Я вот это вот, это как бы уже шаг вперед. По отношению к тому, что происходило раньше, когда ракету нашли в середине Польши и мусолили где-то месяц, чья же эта ракета и как она туда попала. Еще такой вопрос. Зачем начали распространять информацию про разговор Путина и Си про пять лет войны? Слышали, да, наверное, этот слух, не слух, но такую информацию. Я думаю, что это было рассчитано не сколько на внутреннего, а сколько на внешнего, в первую очередь, Украины и Европу. Что мы готовы. У нас есть серьезные запасы и мы вообще готовы там пять лет точно идти. То есть мы никуда не останавливаемся, никуда не спешим, мы поставили себе задачу. Не хотите по-быстрому, мы вас закатаем в долгую. Я думаю, что не верю в этот разговор, вот не верю. Не верю в эти цифры. Почему? Потому что буквально еще год назад Путин пытался доказать китайцам, что они готовы буквально за месяц, за два закончить, закрыть с этой войной и закончить, и все будет нормально. Почему? Потому что еще раз надо вспомнить, для Китая главная торговля. И торговля полностью подорвана, в первую очередь, все, что связанное с транзитом через Россию, Беларусь, Украину. Для них это очень серьезный был удар. Сейчас они пытаются отработать логистику в обход. Часть идет по северному пути, но это тоже очень сложный путь. Часть идет через южные моря, но сейчас хуситы выскочили со своими автоматами и ракетами. Поэтому для них эта война была очень неприятна. И они это задали, когда закончится, когда мы восстановим наш шелковый путь. Все, все, месяц, два, и мы все закончим. А тут на тебе 5 лет. Ну, это точно не про разговор. Пусть нас любим. Еще такой вопрос немножко странный, но тем не менее это самая горячая тема последней недели. Что означает наказание участников голой вечеринки в Российской Федерации, что так вот вцепились и в Собчак, и в эту и в Лееву, и в Киркорова. Что это, почему и зачем на ваш взгляд? На самом деле они ставят их на место. Они, это система, внутренняя система, которая была отработана еще в советские времена, когда сначала воюет с внешним врагом, потом начинает воевать с внутренним врагом, и когда с внутренним врагом более-менее покончено, начинает разбираться со своими друзьями, которые попутчики еще называются, вот эти люди нам попутчики, и если они не понимают этого, сходи все будут там же, где и все, те, которые они когда-то клеймили, то есть в соседних камерах, кто не верит, пускай почитает историю Советского Союза, чем закончился, начиная с 36, 37, 38, 39, что происходило, кого сажали, верных ленинцев, которые потом оказались, а потом дошли до верных сталинцев, поэтому такое дело, если они думают, что это их обойдет, и что система будет работать как-то по-другому, это глубоко ошибочный, все, все, кто не успеют уехать, все все сядут. Так, и еще один вопрос, это тоже в эту же тему голые вечеринки, генконсульство Российской Федерации в Дубае у себя вчера опубликовало текст, где они говорят, пишут, типа, дорогие граждане, что мы просим вас не увлекаться петардами, не бегать голыми по Марине, не фотографировать пятые точки на балконе, не салютовать маетом в лицо прохожим, не устраивать вечеринки с носком, не петь большой ну короче не петь и так далее и так далее дабы наш дежурный консул не помчал вызволять вас из строгной ситуации, потому что консул тоже человек и он хотел бы сделать все перечисленное сам, но он на должности и не может себе этого позволить. Естественно через сутки этот пост был удален, но ну то есть МИД получается даже поддерживает голые вечеринки, ну судя из текста именно так. это какой-то там сыр системы. На самом деле в Дубае уже не первый год происходит очень много скандалов, на самом деле очень много скандалов. Особенно это касается символики или каких-то моментов связанных с Рождеством, какие-то там красные шапочки, еще что-нибудь такое, то что вроде как бы невинно и дозволено даже в России, там очень четко это все запрещено. Хотите Новый год отмечать? Ну вот в тесном семейном кругу никаких корпоративов со стрельбой, тем более с петардами, ну такое, чисто символично они могут там разрешить, но это все в рамках заобухона, приличия и так далее, и так далее. И поэтому мы время от времени там узнавали, да, там кого-то сняли с балкона, кого-то задержали, ну есть закрытые такие какие-то городки там, да, там где можно и алкоголь, там и то все, но на самом деле то, что можно себе позволить. Так, Виктор Николаевич, пропал Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, алло, да, появились, да, да, давайте продолжим, да, 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 мы через пять минут закончим, у нас еще пару вопросов. Значит, такой вопрос, возможно ли бунты в российской армии на фоне массовой гибели людей в местных штурмах? Я не знаю, вы видели или нет там обращение жены мобилизованного, который вот погиб за день до ее приезда в Бердянск, она, по-моему, вчера это было опубликовано на канале Путь домой, жен мобилизованных, я это сегодня перепустила, просто в укороченном виде, но там просто, ну, она говорит, я в Бердянске, и я не вижу здесь людей, которым здесь, мы здесь нужны, типа, ну, мы непонятно, за что мы здесь воюем, непонятно, за что наши люди погибают, бегите, если вы можете, бегите, это типа неправильная война, мы ошиблись в том, что мы раньше не интересовались политикой, мы на этом, мы из-за этого сейчас страдаем, и так далее, и тому подобное. Может ли это что-то вызвать внутри России, на ваш взгляд? К сожалению, все эксперты, все эксперты говорят, что это выливается в разговоры на кухне, вот кухня, да, там она просто бурлит, ну, как только они выходят в подъезд, как только где-то куда-то передвигаются, все, все заканчивается, нету, нету вот этого вот подпала какого-то, да, он может быть на крайней точке, крайняя точка это нуль, когда люди с автоматом в руках говорят, а нахрена нам не надо вообще, извиняюсь за оружием, зачем оно нам не надо, что я тут делаю, а тем более, когда они там проходят ротацию и общаются с местными жителями, они просто, ну, в шоке, их никто не ждет, им никто не рад, им плюют в спину, там, да, ну, не в лицо, к сожалению, потому что боятся, но в спину плюют, они боятся заходить во двор, в роду брать в колодцах, они в магазинах боятся покупать какие-то вещи, потому что могут там что-то подсыпать, ну, они так думают себе, то есть, ну, это совершенно другая ситуация, чем в Чечне, в Чечне, они там, да, как хоть какая-то там половина населения приняла какое-то там решение, да, и перешло на какую-то сторону, а другая просто была или уничтожена, или просто уехала, и они вот зачистку провели, как зачистку провести в Украине, вывести всех, ну, да, часть населения, но эта часть населения настолько мала, и то, и то, эта малая часть населения, которая перешла на их сторону, все равно плюется, потому что видит разницу, существенную разницу, что было до того, и что стало после этого, и перспектив нету, никаких перспектив нету, у них, у тех, которые перешли на их сторону, у тех, которые туда приехали жить, как бы, вот такая вот ситуация. еще есть вопрос от нашего зрителя, Николая, здравствуйте, каковы шансы на то, чтобы состав парламента Польши, новый состав парламента Польши, повлиять на более ответственную политику в отношении Украины? Ну, я надеюсь, я надеюсь, хотя она очень, коллица такая, такая очень-очень нежная, в том плане, что может там где-то, не дай бог, рассыпать, я вообще отношусь с таким осторожностью к коллициям, которые больше трех партий, поэтому там все будет идти, как бы, по миновому полю, но то, что политика будет более проукраинская, это однозначно, потому что, ну, это в тренде, это люди понимают, и Польша, Польша стоит именно на тех позициях, которых нам надо, ну, положительных таких, союзнических, и я вижу просто ситуацию, которая меняется с этими блокированиями границ после прихода нового правительства, есть контакты, есть разговоры, есть как-то, какое-то решение каких-то вопросов, как-то она продвигается, тяжело продвигается, но продвигается, я надеюсь, что вот на вот таких вот моментах, когда никто не будет прямо голову в песок, а будут разговаривать, это все будет намного быстрее решаться, чем до того, хотя, ну, мы понимали, что и то правительство было, грубо говоря, проукраинское, но были свои нюансы, нюансы, которые действительно были испорчены выборами. И последний, пожалуй, вопрос, такой уже предновогодний, наверное, это когда все-таки Российская Федерация, здесь немножко по-другому это написано, но я перевожу на цензурный язык, уберутся из чужой страны, и чтобы закончилась война, как вы считаете? Ну, вот я после, я очень осторожно давал прогнозы по 23-му году, и говорил, что если бы наши вышли к там, к побережью, это была бы одна история, если наши остаются на тех позициях, на которых остаются, это другая ситуация. Поэтому я думаю, что 24-й год будет очень тяжелый в плане позиционной войны на сдерживание противника, на такие какие-то моменты, связанные с качелями туда-сюда, для России 25-й год критичный. Она рассчитывает, что 24-й год кардинально поменяется политическая ситуация в Соединенных Штатах и в Европе, и это им поможет выиграть, если не выиграть, то, по крайней мере, остановить боевые действия. Украина должна тоже готовиться ко всяким таким моментам, но склонить Украину к переговорам на данном этапе без каких-то серьезных уступок со стороны России, я не знаю, что должно произойти. Поэтому критический вот все-таки 25-й, а не 20-й. Я буду вас отпускать, наверное, еще отвечу здесь на несколько вопросов наших зрителей. Если у вас есть время, можем вместе ответить. Тут есть еще интересные вопросы. Если вам нужно бежать, то я вас отпущу, Виктор Николаевич. Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, что это был Виктор Николаевич Ягун, экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майор. Подписывайтесь на его соцсети, а я продолжу отвечать еще на несколько минут на вопросы наших зрителей. Спасибо и до свидания, Виктор Николаевич. Так, друзья, сейчас я выведу, сейчас я выведу на полный экран и отвечу вам на те вопросы, на которые смогу ответить. Пока что... Так, секундочку. Тоже вот так. Да, извините, я буду немножко в таком формате. В неочередной стрим какие у нас еще есть вопросы по поводу того, как мы можем доказать непричастность к взрывам в Белгороде, если доступ у Америки к информации по запуске наших ракет. Смотрите, я думаю, что сейчас рабочая версия это то, что украинцы в этот момент стреляли по военным объектам, россияне сбивали из центра города и, вероятнее всего, возможно, совершили дополнительную провокацию, просто обстреляв центр города. Вот мне тут кто-то в комментариях пишет, что это из Волчанска произошло. Не знаю, у меня нет этой информации, но в целом, мое мнение, что сейчас десятки, вот в данную секунду, десятки команд расследователей, военных экспертов, расследователей, журналистов, они сейчас занимаются расследованием этого обстрела в Белгороде. У меня там есть один мой близкий товарищ, который работает в Блумберге, он мне еще до того, как я написала генералу Ягуну о том, что возможно, его мнение, что это такое, он мне написал из Нью-Йорка еще до этого с вопросом, а что там происходит. Потому что, естественно, это сразу же врывается в информационную повестку и, естественно, самые лучшие журналисты, расследователи сейчас бросятся расследовать этот случай. Поэтому подождите, пожалуйста, несколько дней и у вас появятся уже какие-то предварительные ответы, я думаю. Экспертиза может займет большее время, но предварительные ответы, я думаю, появятся. Да, ну, я согласна, что непричастность не нужно доказывать, презумпция невиновности освобождает от этого. В принципе, это правда. Так, что еще? Что-то про рязанский сахар. Ну, да, в принципе, генерал с самого начала сказал, что это похоже на провокацию, в том числе на провокацию как рязанский сахар. Если вам, кстати, интересно посмотреть историю про рязанский сахар, у меня здесь на канале есть несколько лет назад записанное интервью в студии с Евгением Киселевым, он тогда был главой телеканала НТВ в России, еще до того, как его закрыли, ну, перекупил Газпром, и он там подробно рассказывает о том, что происходит с этим рязанским сахаром. Вот, что еще? Посмотрите, да, по поводу того, что дальше у нас будет происходить. Значит, 2 января у нас будет Михаил Самусь, мы сделаем такой обзор общей военной ситуации за предыдущие несколько дней и прогноз Михаила на январь месяц. После этого у нас будет еще несколько видео, я сейчас пока не могу сказать точно, из колонии, частично с моими комментариями, частично там записаны, из колонии русских военнопленных более тысячи человек находятся в этой колонии, я так понимаю, я их не считала, но из того, что я видела, судя по всему. И там есть очень интересные истории, там есть интересные мобилизованные, которые рассказывают свои истории, как их принудительно мобилизовали, там есть штормзэтовцы, которые рассказывают, как их отправляли на местные штурмы, там есть эти несчастные мобики из ЛДНР, которых просто вообще за людей не считают. Более того, что мне известно, что порядка двухсот человек были поданы на обмен нашими спецслужбами россиян, которые находятся, мы готовы их сейчас обменять, и от них россияне отказались, просто отказались их обменивать, причем это и мобики, и штормовцы, и все подряд. Так что, возможно, если мне дадут этот материал, я еще как-то добавлю этот материал. Все, пожалуй, господа, желаю вам хорошо встретить Новый год, я надеюсь, что, я надеюсь, что все-таки завтра большого обстрела не будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Если ничего экстраординарного не будет, то увидимся 2 января, как обычно, в 13.00. До свидания.